Я хотел бы отметить, что, конечно, для российского спорта 2015 год в целом он действительно особенный. И, если так по-крупному говорить, конечно, он достаточно позитивный, потому что мы с вами проделали вместе большую работу по развитию спорта, по усилению роли спорта в вопросах развития нашей страны, социально-экономического развития, улучшения качества жизни наших граждан. Я могу точно сказать, что действительно 2015 год стал таким ключевым для неких таких стратегических этапов развития. То есть мы завершили оплённый этап развития спорта, он длился где-то, начался с 2006 года, и вот в 2015 году мы завершаем такой первый серьёзный этап развития физической культуры и спорта. Почему я считаю, что это большой этап? Потому что вы знаете, что в 90-е годы спорт, как, наверное, многие отрасли, но спорт в большей степени понёс большие такие потери с точки зрения и развития инфраструктуры, и структуры управления. Вы помните, до 90-го года в Советском Союзе была чёткая и понятная система развития спорта, работала она как часы, это были 15 республик, где была вся система вертикали выстроена, это были десятки спортивных обществ, таких как ЦСКА, Динамо, трудовые резервы, и можно многие было перечислять. Это была государственная система, каждое общество и каждая фабрика и завод имели свои собственные структуры, клубы, и, естественно, конечно, эта вся система в эти годы была заменена и, скажем, разрушена, а взамен, по сути дела, ничего не было предложено, и многие за это время мы потеряли общество, потеряли материальную базу. В общем-то, естественно, постарели тренеры, система разрушена была подготовкой резервов, и вот задача была, конечно, где-то в шестом году сформулирована по возвращению спорта на свои позиции, перед спортом была поставлена задача стать приоритетом в социально-экономическом развитии страны, одним из приоритетов социального развития нашего государства. Вы знаете, что последовательно эта работа начала реализовываться. В шестом году была принята федеральная программа, но уже более активно мы начали очень активно работу вести с восьмого года, потому что, если возьмете с 1991 года по 2008 год, только одиннадцать раз органы государственной власти в области спорта менялся. То мы были, вы помните, в здравоохранении, то в социальном обеспечении, и вот это всё, значит, не позволяло, конечно, системной основе развивать спорт. Так вот, в принципе, где-то в восьмом году было создано Министерство спорта, вы знаете, это было сразу показатель того, что был создан федеральный орган исполнительной власти, задача которого была выработать государственную политику и юризовывать. Да, где-то ещё в девятый год у нас были проблемы в системе управления, потому что было двухуровневое система, было министерство, было согрено федеральное агентство. Но уже в девятом году мы осознали, что нужна чёткая, понятная вертикаль управления и единый орган, за который за всё отвечает. И тогда было принято решение ликвидации федерального агентства, и с 1 января 2010 года мы получили полноценное министерство, единый орган, который начал отвечать за развитие физической культуры спорта. Его задача, которая была сформирована перед министерством, перед мной как министром, это была задача создать на базе Министерства спорта такой штаб отрасли, научный, методический, образовательный центр, принять сформативные документы. Я могу вам сегодня доложить, что, конечно, за эти годы мы проделали колоссальную работу. Во-первых, в девятом году была принята стратегия развития физической культуры и спорта. Это фундаментальный, серьёзный документ, никогда такого документа не было серьёзного, его приняло правительство, где были чёткие поставлены ориентиры, что такое массовый спорт, почему мы должны его развивать. Задача перед массовым спортом была амбициозная, поставлена. К 2020 году доля граждан, вовлечённые в спорт на регулярной основе, должна составить 40%. Среди молодёжи, это учащихся 80%, среди людей, имеющих ограничения по здоровью, инвалидов, это 20%. Это такая серьёзная, амбициозная цель. В спорте высших достижений перед нами была поставлена задача вернуть традиции и вернуться в лидеры мирового спорта, закрепиться здесь и, в общем-то, бороться всегда за первое и третье место мировой классификации в спорте высших достижений. В спорте, в системе подготовки резерва наша задача поставлена до 2020 года провести полную модернизацию системы подготовки резерва, сделать её как единый механизм по подготовке и воспроизводству талантливых спортсменов для сборных команд страны. Отдельная задача была поставлена по развитию материально-технической базы. Мы должны были увеличить с 2006 года по сегодняшний день и по 2020 года по сегодняшним полтора раза, а в 2020 году пропускная способность объекта спорта должна быть увеличена в два раза. И, естественно, отдельная задача была сформирована по вопросам проведения крупных спортивных событий. Была поставлена задача в 2009 году привлечь на территорию России практически всю линейку спортивных событий от Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдолимпийских игр, крупных чемпионатов мира. И задача перед этими проектами была поставлена предельно простая. Через эти проекты мы должны поднять интерес к занятию спортом, использовать эти проекты как такую пропаганду здорового образа жизни, вовлеченности молодежи в спорт. Ну и, конечно, через эти проекты дать толчок в развитие не только спортивной инфраструктуры, но иной.